Инсулинорезистентность Может ли стройный человек страдать от инсулинорезистентности Второй вопрос Правда ли, что инсулинорезистентность Можно не только на есть Существуют другие факторы, которые могут спровоцировать Развитие этого заболевания Даже на фоне прекрасного рациона Скажи, пожалуйста Какой рацион ты считаешь оптимальным Для людей с инсулинорезистентностью Четвертый вопрос Обычно врачи-интегративщики Назначают просто гору БАДов, добавок Витаминов, минералов При инсулинорезистентности Можно ли компенсировать Все эти дефициты Можно ли обойтись без БАДов И компенсировать все это только едой И какой витамин Микроэлемент ты считаешь Самым главным В борьбе с инсулинорезистентностью И последний вопрос Как понять, что Лечение работает Через какое время наступает Улучшение при изменении образа жизни и питания И что вдруг происходит с человеком Когда вдруг его инсулинорезистентность Начинает уходить Спасибо Если у вас есть лишний вес Объем вашей талии больше 80 сантиметров И вы женщина Или больше 94 сантиметров И вы мужчина То вы попадаете в группу риска По инсулинорезистентности Если ваш вес небольшой Но при этом вы женщина И отношение объема талии к объему бедер У вас больше 0,7 То вы тоже в группе риска Если вы совсем встроенная женщина Но у вас есть синдром поликистозных яичников То инсулинорезистентность у вас однозначно тоже есть Какие еще внешние признаки Темная, грубая кожа в складках На локтях, на коленях Так называемый черный акантоз Это один из признаков инсулинорезистентности Выпадение волос у женщин по мужскому типу То есть облысение на темечке На висках Или по краю лба Тоже один из признаков Жирная сиборея Кожа с угрями Относится туда же Выраженный предминструальный синдром То есть некоторые симптомы Синдрома поликистозных яичников Также заставляют заподозрить у вас инсулинорезистентность Ну и опросите своих родственников Если у ближайших родственников есть сахарный диабет Или преддиабет Или, к примеру, у вас самой был гестационный сахарный диабет Даже если с уровнем глюкозы сейчас все в порядке Инсулинорезистентность у вас все равно есть Какие анализы стоит сдать, чтобы проверить? Это мои любимые индекс ХОМА И индекс КОРО Индексы, которые показывают соотношение глюкозы и инсулина В один момент времени И помогут нам распознать инсулинорезистентность На ранней стадии Когда еще не происходит увеличение гликемии Отклонение гликированного гемоглобина, к примеру Инсулинорезистентность не обязательно нужно наедать Я считаю, что в первую очередь она зависит от сна То есть дефицит сна является толчком и к лишнему весу И к инсулинорезистентности соответственно В исследованиях сон меньше 5 часов в течение недели Приводил к увеличению уровня инсулина на 30% Даже у молодых людей, даже у подростков А я уже не говорю о людях среднего возраста, типа меня Что еще? Хронический стресс, конечно Потому что уровень кортизола, который постоянно повышен при хроническом стрессе Вызывает в организме также увеличение инсулина Потому что кортизол приводит к увеличению уровня глюкозы Чтобы эту глюкозу опустить, организм вырабатывает больше Все больше и больше инсулина Отсюда инсулинорезистентность От большого количества инсулина Чтобы лучше понять этот процесс на пальцах Могу вам рассказать историю про начальника, который на вас постоянно кричит Если он постоянно на вас орет, то вы перестаете его слышать И нужно, чтобы он устроил вам хорошую взбучку Чтобы вы наконец-то услышали то, о чем он говорит Но если он, к примеру, замолчит и длительное время будет молчать То здесь, в следующий раз, когда он орет, вы уже лучше прислушаетесь к его словам Согласитесь То же самое происходит и с уровнем инсулина в организме Если уровень постоянно повышен, то клетки просто перестают его слышать И нужно этот инсулин на длительное время снизить Для того, чтобы клетки вновь начали его слушать, воспринимать И забирать себе глюкозу с помощью этого инсулина Поэтому лучшим типом питания, во-первых, я считаю редкое питание То есть не то дробное питание, которое нам часто советуют сейчас СМИ Или диетологи, которые не очень в тренде, скажем так Которые давно учились А как раз редкое питание Потому что нам важно, чтобы у нас были промежутки времени Когда у нас низкий уровень гликемии и, соответственно, низкий уровень инсулина Тогда чувствительность к инсулину будет выше И второй вариант Что для этого мы должны есть? Конечно, для этого мы не должны есть углеводы У нас есть два варианта Это либо высокожировая диета, либо высокобелковая Высокобелковую диету для снижения уровня инсулина я также не советую Потому что такие аминокислоты, как лейцин и изолейцин, которые находятся в белковых продуктах Также повышают уровень инсулина То есть он у вас все равно будет повышенным И исследования высокобелковых диет дают очень противоречивое сведение Одни показывают, что они снижают резистентность инсулина Другие показывают, что они меняют И третьи показывают, что даже увеличивают Поэтому здесь однозначного вопроса нет Зато все исследования по низкоуглеводному питанию Ну ладно, не все, но абсолютное большинство Дают очень хорошие результаты по снижению уровня гликемии Если говорить о том, какие БАДы нужно принимать Какие витамины и микроэлементы для того, чтобы повысить чувствительность организма к инсулину То я однозначно посоветую цинк Потому что он у нас находится в большом дефиците И из питания его получить не очень просто сейчас Конечно, это возможно, как и любой витамин и микроэлемент Кроме витамина D Но здесь нужно очень хорошо постараться Хорошо продумать свое меню Если вы никогда этим не занимались То, скорее всего, цинк у вас будет в дефиците Так, по российским данным, дефицит цинка встречается от 60 до 85% случаев на все население И у пациентов с инсулинорезистентностью этот процент доходит до 98% Для того, чтобы заполнить этот выраженный дефицит Все-таки придется принимать добавки Потому что из пищи такое количество для закрытия дефицита Получить очень-очень сложно Нужно есть, пожалуй, одни только устрицы Так что цинк я назвала бы основным микроэлементом Который улучшает проникновение глюкозы в клетку Улучшает синтез инсулина Это особенно важно для тех, кто имеет длительную инсулинорезистентность У кого уже даже поджелудочная железа не справляется с синтезом инсулина И он улучшает чувствительность рецепторов к инсулину То есть действует по многим-многим пунктам Которые помогают регулировать уровень глюкозы Когда мы поймем, что мы улучшили свою чувствительность к инсулину Это, опять же, зависит от вашей причины Если у вас есть выраженный лишний вес И вы похудеете на 5 кг за месяц, к примеру То вы уже увидите, что чувствительность инсулина К инсулину у вас повысилась То есть инсулинорезистентность может даже уйти Если вы скинете свои первые 5 кг Но если вес у вас небольшой, инсулинорезистентность есть Здесь постараться нужно будет побольше Вплоть до того, что женщины с синдромом поликистозных яичников стройные Должны около 6 месяцев принимать специализированные добавки И выравнивать уровень витаминов и микроэлементов Для того, чтобы их инсулинорезистентность снизилась Но помните, что это состояние зарабатывается неправильным образом жизни Неправильным питанием И точно так же вы можете от него навсегда избавиться С помощью правильного образа жизни И правильного питания То есть оно полностью обратимо Продолжение следует...